Один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищением и лукавством, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучшей милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей, сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, учитель, говоря это, ты и нас обижаешь. Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуйте о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Аминь. Очень интересное место, очень много таких хороших тем, глубокое место, его сегодня не будем так глубоко смотреть. Мы на молодежном разборе с молодежью разбирали это место, прошлый понедельник, очень интересное, очень емкое. Наверное, сейчас, да и во многие времена было такой большой вопрос, вот это внешнего и внутреннего. Мы все понимаем, что человек, он должен и внешне, и внутренне походить на христианина. Здесь Христос, он привел пример для фарисеев, когда фарисей увидел, что он не умыл рук, то есть не соблюл какой-то ритуал внешний, он плохо о нем подумал. Христос сказал такой простой пример, привел пример чашки. Он говорит, вот вы, фарисеи, вы живете так, как будто вот посуду моете, чашку моете только внешне. Внутри там полна грязь, плесень, может быть, так, знаете, и вы потом пьете из этой чашки. Вот помыли здесь все чистенько, а внутри, может быть, даже помои не выбросили, чай прошлый лежит, лепесточки уже такие с плесенью, вы туда заливаете и пьете. Простой пример. Ну, мы все понимаем, что вот, что имеется в виду, что нужно смотреть на внутренность. Из внутренности, из внутреннего человека все внешнее оно должно происходить. Но мы все понимаем, что мы же все моем и там, и там. То есть тоже, если наружу на грязь, тоже неприятно пить. Согласитесь со мной? Но истина, о которой говорит Христос, она заключается в том, что если у нас есть отношение с Богом, есть суть, есть истина на внутри, то это будет выражаться и снаружи. А фарисеи внутри ничего не имели. Говорит, внешне у вас выполнены хищения и лукавства. Хищения, то есть это реальные грехи, связанные с финансами. В другом месте, говорит, вы поедаете, да мы вдов. Но при всем этом они соблюдали букву. Вот десятину они отдавали четко. Хотя вот если мы говорим о законе, мы много раз об этом говорим, что закон он обнаружил грех. Какой грех обнаруживает там заповедь о десятине? Грех жадности, грех сребролюбия. И вот парадокс в том, что вот эти люди, которые отдавали десятину, соблюдали букву закона, они в Библии не раз названы какими? Сребролюбивыми. Может быть даже одних из первых. Это сребролюбивые. Жадные, полные хищения. То есть, понимаете, букву соблюдали, внешне соблюдали. А внутри, то, что внутри, оно все равно, где это выражается. Если здесь, особенно суть внешней религиозности, она, как правило, для людей. Вот любит приветствие, любит, как здесь написано, чтобы люди чтили. Поэтому что-то дополняет. Чего внутри не хватает, внешне дополняется. Здесь много примеров. Недавно слышал одного проповедника, он рассказывал личный опыт, когда после собрания идет сзади пожилой пары. Муж и жена идут под ручку, счастливые, улыбаются, все прекрасно. Он за ними, ну же от церкви они отошли, он за ними тихонечко идет, ну просто так вот, случайно. И тут муж, как бы, убирает руку и говорит, перестань улыбиться, уже никто не смотрит. К сожалению, оно очень часто бывает в нашей жизни. В той или иной мере. То есть религиозность, она, когда человек основан на внешне, если внутри нет, то вот приходится внешне так маскироваться, как хамелеонам. И вот здесь больше хотелось поговорить такой пример. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвниками храма. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». От того рода еще взыскалась кровь Иисуса Христа. Еще один такой парадокс, что вот эти святые люди, фарисеи, они оказались самыми главными, самыми большими злодеями и негодяями во всей вселенной. Это те, которые распяли Христа. При всей такой внешней святостью они распяли Христа. И до их другие поколения, таких же людей, они убивали пророков и праведников, те, которые их обличали. Вот здесь два примера Христос говорит. От крови Авеля до крови Захарии. Кто такое Захария? Помните, это сын Иодая. Иодай это был священник, который во времена Гадолии он спас Иаса. То есть Гадолия, она убила всех, кто претендовал на трон, всех наследников, и сама стала царствовать. Иодай, он спас Иаса и через время поставил его царем. И вот он его, как бы так сказать, опекал. Он его назидал в Слове Божьем. И Библия четко говорит, покудого Иодай был жив, Иаса был таким приличным, святым царем. Он довольно, такие дела у него были, все прекрасно. Но как только Иодай умер, через время нашлись другие люди, которые стали его опекать. И он стал идолопоклонником. Ну и весь Израиль с ним. Сразу вся святость прошла, и они начали, стали быть идолопоклонниками. И Захарий, это сын Иодая. Он пришел обличать, он обличал Иаса и весь народ. И что случилось? Прямо в храме, между, так сказать, храмом, ну во дворе храма, между храмом и этим жертвником, его побили камнями. Так же случилось, ну не так же, а вторая история, история Авеля. Мы ее даже прочтем. Спустя несколько времени, это четвертая глава Бытия, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Аминь. Может, до конца не будем читать эту историю. Суть такова, что Авель, он принес, написано в евреям, верою, лучшую жертву, чем Каин. То есть здесь по тексту написано, что Каин как бы принес, то, что, ну, как сказать, не то, что, а бы что, но так вот, набрал, что было, то принес. А Авель, он написано, принес лучшую жертву от Тука. Он принес лучшее, что у него было. И даже суть не в этом. То есть это внешне выразилось. Внешне он принес лучшую жертву. Внутренне мы находим это вера. Но еще больше, та вообще жизнь, та позиция, которая внутри, она выражена в том, как вот в бытие написано. Помните, там в начале что стоит? Человек на Авеля и на дар его призрел, а на Каина и на дар его не призрел. Вначале стоит человек на Авеля призрел, а на Каина не призрел. То есть сама личность, вот то, что они себе представляли, Бог сердцеведец, и он это видел. И Каин это не просто, вот он превратился в такого панику, который поклоняется Богу, вдруг превратился в братоубийцу, просто, ну, в негодяя. Это не просто так, он жил, он был таким. Это не сразу так случилось. И самое, как сказать, ужасное, что их объединяет? Почему вот Иисус Христос, он привел эту историю? Потому что вот, как Захарий обличал, как пророки обличали, так Авель, он своей жертвой, своим вот том, что Бог принял его жертву, он обличил Каин, обличил Каина его жизнь. Значит, у Каина не все в порядке, если вот Авеля, если бы не было Авеля, Каин бы всю жизнь приносил бы эту жертву, было бы все прекрасно, считал бы себя верующим. Но вот этот рядом стоящий верующий, он, брат его, обличил своей жизнью, обличил его жизнь. Поэтому нас часто не любят, верующих людей, которые правильно, по слову, живут в мире этом, потому что мы обличаем своей жизнью. И так вот случилось, что Каин убивает Авеля. Он не захотел меняться. Бог говорит ему, поменяйся. Грех лежит. Но он не захотел. Ему проще убить. Убить этого человека. Так и для нас, может, мы смотрим друг на друга где-то, и нам проще где-то, когда дела другого верующего обличают нас. Мы так не делаем, как делает другой верующий человек. Часто мы находим оправдание, мы сейчас, ну, закон не позволяет убить, потому что нас посадят в тюрьму, но мы убиваем сердце своем, потом мы убиваем языком, мы говорим, а, там, он потому делает, он такой потому, там, много-много причин, почему он делает, почему этот человек ходит на собрание, я не хожу, и так далее. Многое другое. Поэтому Христос приводит эти примеры, как истинных верующих, людей, которые только делают вид, которые, если вдуматься, это же не просто, мы говорим, верующий, неверующий, это не просто какое-то интеллектуальное знание или признание Бога. Каин, он, по сути, разговаривал с Богом, если вдуматься в это, Каин, он разговаривал с Богом, он знал о Боге и при этом, можно сказать, был неверующим, он не поклонялся ему, он, по сути, не был верующим, и это ужасно. Поэтому, да благословит нас Господь, мы не будем забывать и про внешнее, но понимать, что самое главное, это внутреннее. Один в конце, один такой пример, тоже, одного проповедника слышал, ну, проповедник претендует, что это было правда, когда-то, когда человек, точнее, миссионер, точно не знаю какой, возможно, католический, когда, во времена, когда покоряли Африку, он приехал, евангелизировал, и разговаривал с одним человеком, с дикарем, с африканцем, и вот, как бы, говорит, давай, вот я тебя покрещу, ты будешь христианином, это как это, ну, он объяснил, покрестил его, сказал, вот теперь ты христианин, это что, ну, вот там, назвал, что нельзя делать, ну, например, ну, вот нельзя пост, объяснил, вот перед Пасхой пост, и так далее, и через время, как раз перед Пасхой, он приезжает, и видит, уже сдалека слышит, уже пахнет шашлычком, пахнет свининкой, говорит, как так, ну, приходит точно, жарит, этот дикарь, свинину, говорит, ну, а как же, я же тебе говорил, ну, пост, нельзя свинину, говорит, это не свинина, говорит, как не свинина, я же вижу, это свинина, не, говорит, это рыба, как это, ну, я же вижу, это свинина, говорит, а я сделал то же самое, что ты со мной, ну, как, ну, говорит, покрестил ее и сказал, ты рыба, поэтому теперь это рыба, да поможет нам Господь, Вот это место, оно просто в нем глубина. То, что вот для нас сейчас фарисеи, это такой негативный пример. Но для тех людей фарисеи, это была элита, эльгиозная элита. Это были люди, которые на них равнялись, это были в глазах людей святые люди. Но когда пришел Христос, люди оказались на самом деле не такими святыми, какими они себя делали. Поэтому, да благословит Господь, чтобы мы внутри были такие же, как снаружи. Понятно, есть элементарная где-то вежливость. Да, иногда люди говорят, и, наверное, с этим все согласны, что лучше мне пускай лицемерно улыбаются, чем искренне грубят. Мы, наверное, понимаем это. Но суть в том, что мы сейчас будем молиться, и мы пришли на собрание, чтобы созидать себя духовно. Мы пришли на собрание не для того, чтобы просто где-то на небесах поставили нам палочку, или там, как знаете, как свечку поставить. Мы пришли, чтобы напитаться Словом Божьим. Мы пришли, чтобы молиться Богу. Мы пришли, чтобы нам изменяться, чтобы нам меняться, чтобы нам духовно расти, чтобы нам созидать нашего внутреннего человека. Из этого внутреннего человека оно все проистекает. Уже тогда меняется наш внешний облик. И никак не наоборот. Если поменять вначале внешний облик, внутренний человек, возможно, никогда не поменяется. Ну а зачем, если так прекрасно выгляжу? Поэтому да поможет нам Господь, будем молиться. Аминь.